Всем привет, меня зовут Юля, я любитель парфюмерии и косметики. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы разговариваем о парфюмах, соответственно, косметике на бытовом языке, с любовью. Оставайтесь со мной, если вам интересно. Сегодня мы поговорим с вами. Я вам расскажу про свои фавориты и про ароматы Косомарати. Четыре аромата. У меня есть аромат Гранд Бала, Лира, Италика и Дама Бьянка. Честно говоря, все ароматы куплены вслепую. По многочисленным видео я что-то о них знала, видела их. Но очень хотела, конечно, познакомиться воочию. И у меня есть каждый аромат по 30 мл. Давайте сейчас начнем. С вашего позволения я глотну кофейку. У нас, конечно, разгар зимы, а на улице дождь. Представляете? Целые две недели шел снег. Был просто снежный апокалипсис. Давно такого снежного коллапса у нас не было. Пробки все завалены. Не пройти, не проехать. Город не чищен. Сейчас уже более-менее чищен, потому что он тает. И техника начала работать. Но это был ужас реально. Если, конечно, такой коллапс будет на Новый год, я не представляю, что будет. Живу я в городе Липецк, Черноземье, 500 км от Москвы, рядом с Воронежем. Ну, в общем-то, вы можете посмотреть на карте, если вам интересно. Город так себе, честно вам скажу. У нас скучно. В принципе, симпатично. Начала про одно, заканчиваю другим. Простите. Начнем, пожалуй. Давно я просто не снимала видео. Первое видео. Первый аромат у меня. Гранд Бала. Буду говорить бытовым языком. Не буду рассказывать вам. Вот, это такой аромат. Он произведен там-то, тем-то, парфюмером. Такая-то предыстория. Потому что это все нудно для меня и не очень интересно. Если вам это интересно, вы, конечно же, можете это все загуглить. И, короче, это видео для тех, кто просто хочет знать мое мнение. Или сравнить свое мнение с моим. Вот такая вот красивая упаковка. Просто потрясающе красивые коробки. Мне они очень нравятся. Выглядят как книжки. Можно так поставить. Никто сроду не подумает, если вы не любите, когда приходят гости и начинают. Ой, дай попользоваться духами. Вы можете так вот поставить. Это симпатично смотрится на стеллаже. И, в принципе, непонятно будет, духи это или что. Это вообще просто книжки. Красивый флакон. 30-миллилитровый. Единственное, что они очень тяжело отсюда вытаскиваются. Ну, ладно, это не такая большая проблема, как бы. Сейчас. Ну, конечно, надо было это предусмотреть. Хоть какую-то выемку сделать для того, чтобы их можно было как-то достать удобно. Просто это нереально сделать. Окей. Я нажала сбоку плечика. Сейчас уже моему аромату почти полгода. В первое время он вообще был нестойкий. Вот каждый из этих ароматов, ну, и в принципе, какие бы ароматы я ни покупала, я люблю давать им отстояться. Нет, я могу пользоваться сразу, если мне прям не втерпешь. Но я знаю, что по истечению времени они становятся лучше. Поначалу мне так что-то напомнило, да более знакомые, такое распространенные. Потом меня осенило. Я вспомнила, что он мне похож на эйвенский аромат пурбланка. Но сейчас я уже так не думаю. Я слышу чистейший мускус, мыльные пузыри, цветы красивейшие, какие-то свежие такие пионы, тюльпаны. Очень вкусно, очень красиво, ненапрягающий такой. Действительно, если вы будете находиться в контакте с мужчиной, я думаю, что вы не оттолкнете, только привлечет. Пахнет чистотой, чистым телом и вот таким вот акцентом цветочным. Стоит ли он своих денег? Не знаю. Не скажу, что я бы подумала, что это какой-то дорогой аромат. Потому что для меня все-таки эти ароматы довольно-таки дорогие. Достойный аромат, достойный, да. Рада я, что он у меня есть в коллекции, да. Но так вот, чтобы если я познакомилась бы с ним, купила бы я его, загорелась бы, ну не знаю. Потому что все-таки я любитель других, немножко таких томных, густых ароматов. Но этот аромат в последнее время хочется все больше и больше, так как я сижу в декрете с ребенком, и у меня муж очень чувствительный, и у него нос чувствительный. Мне хочется им пользоваться, действительно. Я хожу в зал. Мне, в принципе, сейчас он заходит. Рекомендую? Нет, не рекомендую, потому что простоват, простоват. Вы можете возлагать надежды, а они могут не оправдаться, вот так скажу. Так, следующий нашумевший аромат – это лира. Буду ускоряться. Сейчас буду кофе делать глоток. Девочки, мамочки, скажите, пожалуйста, у кого гиперактивные дети, станет ли мне хоть чуть-чуть легче когда-то? Потому что ребенку нет и года, всего лишь 9 месяцев скоро будет. У меня просто вот, ну, отдельная тема. Напишите, когда стало легче. И вообще, утешьте меня, пожалуйста. Аромат лира. Про лимонный пирог, про ваниль, выпечка, пряности, да. Действительно, этот аромат такой вот позитивный, совершенно простой. Похож на Princess Killian, не помню точно полное название, ну, в общем, его так все называют, который у меня есть. На многие ванильные ароматы. Такой же Crystal Love, о котором мы попозже поговорим. Тоже есть что-то схожее. Сказать... Боже. Фу. Чуть не разбила там пробник. Сказать, что он какой-то невероятный, я не могу. Вкусный? Да. Если есть деньги, можно до кучи приобрести. Если бюджет ограничен и хочется что-то вот интересное, гурманское, наверное, можно поискать что-то другое. Конечно, вот у нас в городе нет золотого яблока. Но на вашем месте я бы проштудировала все магазины. Золотое яблоко, как Ариф Гош. Приходите и смело тестируйте ароматы. Не бойтесь. Плевать, что там дышат в спину. Вы имеете на это полное право. Я за то, чтобы тестировать и за то, чтобы тратить деньги с умом. В общем-то так. Тем более, какие цены сейчас, нужно это учитывать. Но аромат действительно про ваниль, про какую-то такую лимонную нотку. Нравится он мне? Да, но я не скажу, что он... Я сейчас даже хочу его нанести на себя. Что я прям прось по нему и что он действительно такой вот какой-то необычный и именно пахнет дорого. Нет, совершенно простенький аромат, но очень приятный такой. Вот прям вот честно вам говорю, как есть. Ничего добавлять не буду. Звучит классно, да. Но ничего такого вот прям вау для меня нет. А аромат, ну я безумно рада, что они у меня есть, конечно же. И талика. Ой, этот аромат уже он такой более интересный по мне. Я чувствую здесь вишню такую, ликерную, вишневую косточку и миндальность. Тут есть такая миндальность цианидная. Вы знаете, она не принтерная. Вишенка здесь. Она такая вот интересно сочная. Она как в леденце. Я уже в каком-то видео говорила, что еще раз давайте посмотрим. Я почему-то обделила вас вниманием этим, чтобы вы обратили внимание на коробки. Красивая очень коробочка тоже. Сейчас еще лира. Очень красиво просто. Я не могу. Потрясающе. Просто радует глаз. Пахнет чупа-чупсом, таким сочным. Знаете, с такой ноткой лакрицы. Это очень приятно. Вкусно пахнет. Даже кому не нравится, я думаю, все равно вам композиция зайдет. У меня выделяется слюна, когда я его нюхаю. Он такой вкусный, я его хочу на запястье нанести. Пахнет еще ликером аморетто. Как будто он в конфетке. Как будто это конфетка с ликером, либо вот этот леденец, чупа-чупс вишневый. Прям вот копия. Я прям помню этот чупа-чупс с вишней, с черешней. Пахнет так для меня. Очень нравится этот аромат. И рекомендую тем, кто любит вишневую, черешневую, такую цианинную, миндальную тему. Кстати, он не очень цианинный, тут нет какой-то горечи, такой вот металла, такого привкуса. Нет. Классный. Обалденный аромат. Присмотритесь, сходите, потестируйте. Я бы, если бы у нас было... Просто у нас в Литуале вообще ничего нет. В Реву Гоши, кстати, поинтереснее. Туда я заходила прям прикольно там стало. Там завезли много нишевых ароматов. В общем-то, мозг уже не работает. Франк Баклея. Эти... Господи, девочки! Ну, это вообще трындец. В общем-то, забыла марку. Есть что посмотреть. Ассортимент хороший. Там также Серджов представлен. И многие-многие нишевые бренды, скажем так. Так. И последний аромат Дамобьянк. Тоже нашумевший. Да, не в принципе все. Эта линейка, она очень... Она милая. Она такая, знаете, ориентированная. Она не бронебойная. Здесь нет такого мускуса ядреного. Она ориентирована на всех. Эти ароматы подойдут всем. И подросткам, и более взрослым, и зрелым дамам. На всех будет приятно, уместно звучать. И всегда, и везде. И днем, и вечером. Я бы так сказала. Дамобьянка. По-моему, там есть солод. Кому-то пахнет пивом. Мне пивом не пахнет. Мне пахнет очень сливочно, ванильно. взбитые сливки. Какой-то уходовый нюанс такого, знаете, вкусного крема для тела. Такие нежные беленькие цветочки. То ли фиалка, то ли ирисы. Что-то такое. Что-то очень пудровое. Тоже красивейший аромат, конечно. Его бы, наверное, я тоже могла бы рекомендовать. все-таки он в себе тоже содержит многие похожие аналоги. Тот же самый Crystal Love и такие другие ванильные ароматы. Но он очень красивый. Он мягкий, он ненавязчивый, он притягательный. Все эти ароматы для меня особо не имеют шлейфа. По крайней мере, я при повороте головы этого не слышу. Да и отзывов и комплиментов я еще не получала. Может быть, потому что я их нечасто носила. Я планирую весной и вот сейчас уже наверное буду начинать их носить. Посмотрим. Потому что я давала им шанс отстояться, чтобы они более густыми стали. Все-таки по 30 миллилитров. И я их прям берегу. Но красивейший аромат. Нежный, пудровый, цветочный, ванильный. Красивый, сливочный. Просто это хорошая линейка ароматов. Но так сказать, чтобы я люблю больше стойкости. Даже сейчас они набрали чуть-чуть громкости, но эти ароматы не пронизительные. Давайте поговорим про фавориты. Я сейчас быстренько пробегусь, потому что времени уже осталось немного. от Коррекшн The Queen of Sheba. Королева Шеба. Но потрясающий, вкуснейший аромат розы, табака и персиков. И табака, причем зелененького, так он зеленцой. Да и в принципе пачку сигарет я здесь тоже слышу. Но это так сексуально. Это так манка. Вот нужно переждать эти 10 минут вот этой табачности и потом это сладость. Это просто какой-то я не знаю это микс сексуальности, привлекательности, красоты. Но на любителя, девочки, на любителя, потому что не каждая стерпит вот эти может быть даже для кого-то больше 10 минут табачности. Их надо перетерпеть. Мне в принципе они нравятся, не напрягают. Иногда бывают такие моменты, что напрягает, но потом это просто километровый шлейф. Это просто вау. Дальше Crystal Love опять же. Фруктики, шоколад белый, ваниль, сахарная пудра, но боже мой. И роза, роза розовая такая, мармеладная. Я в запое нахожусь 4 дня. Мне хочется сладкого, я стараюсь себя сейчас ограничивать, стараюсь себя держать в узде, потому что я поправилась на 5 килограмм после того, как я бросила кормить грудью, и я просто не могу с него слезть. Он дарит мне настроение, я просто вот кошечкой хочется становиться кошечкой, такой белой. Если даже самое хреновое настроение, мне хочется мурчать, мне хочется становиться такой женственной, покладистой. Вот все-таки наверное это магия, это инструмент вашей соблазнительности, это инструмент вашего настроения, это просто бомба, девочки, обожаю. Конечно же Олимпия Пакарабан, классическая, жасминовая, он набрал еще больше стойкости, потому что он у меня уже на протяжении двух с половиной лет. Это вареная сгущенка, это соль, это море, это разгоряченная кожа, это ваниль, это жасмин, я уже по-моему говорила, это такой сладкий аромат, сладкий, но при этом шлейфовый, с солоноватостью и с цветами, это все сглаживается, это не превращается в какую-то просто моносладость, этот аромат так шлейфит, он привлекает внимание, я получала кучу комплиментов, он очень стойкий, его нужно чуть-чуть, если у вас будет возможность купить дьюти-фри, лен у вас есть, носите, носите, ну конечно же знайте дозировку, не более двух пшиков, вам гарантирован шлейф все равно даже с одним пшиком, потрясающе, просто потрясающе, еще один аромат, мускнуар роз, нарцис родригес, недавно тоже его носил на протяжении двух дней, боже, какая-то вкусная мармеладная роза с сливой, тоже с такой мармеладной, даже не мармеладной, вареньевой сливой, это варенье и сливы, плюс, знаете, я тут чувствую почульки, почульки, они дают такую немножко колкость, шершавость, это просто, это мега сексуальный аромат, на голый, вы знаете, вот у меня сразу картинка перед глазами, это красивый шелковый халат, агент провокатора, или какой-то красивый дорогой шелковый халат, черный, и этот аромат нанесенный на голое тело, и сверху вот этот халат, и вы встречаете своего любимого человека, которому вы устроили романтик, романтик, да, он очень привлекательный, аромат соблазнения, красивейший, просто на свидание куда-то, но он для меня вечерний, потому что такое настроение задает, игривое, секси, короче, я сейчас вот так сделаю стоп-кадр, чтобы если у меня закончилась батарейка, если вы видите склейку, не обращайте внимания, сейчас продолжим, так, дальше, по ароматам, уже у меня пробники, 5-миллилитровые атомайзеры, аромат груши, джульетт хозыган, который я сейчас вообще не слышала, не понимала, опять же, им нужно тоже настояться броксановым ароматом, что молекули, что джульетт хозыган, какой же красивейший аромат моногруши, грушевого пюре, натурально, знаете, у меня ребенок ест фруктоняню, грушевую, и это просто то же самое, это натуральная груша, плюс вот этот амбраксан, который тоже мега сексуально звучит, я его наношу, когда иду в зал или после зала, после души, чтобы никого не задушить, чтобы был аромат, но как бы аромат такой ненавязчивый, просто приятный, чтобы приятно пахнуть, обожаю, хочу полный размер, у меня вот осталась половина, обалденнейший, просто аромат без аромата, когда не хочется ничего напряженного, прям рекомендую, потом, конечно же, зарко парфюм пинк молекула, ну не зря его любят, очень нравится, игривый, с шампанским, с розовым, есть немножко что-то от шампуня Джонсонс Бэйби, но не суть, в общем-то, мне нравится, игриво, задорно, придает настроение, что-то есть в нем такое притягательное, есть какой-то запах травки какой-то, вот такой вот загадочный, зеленушки какой-то, ну очень вкусный, очень классный, обожаю просто, тоже хочу флакон, тоже осталось совсем чуть-чуть, хотя нет, кстати, осталось довольно-таки много, потому что я его много наносила, но он очень объемно звучит какое-то время, поэтому долго расходуется, ну конечно же, бакара у меня тут 5, ой, 5, 2 миллилитра, тоже по настроению, ну шикарный, шикарный, и у меня, похоже, старая версия, мне налили, я сначала очень сомневалась, что мне пришлют, это оно, у меня просто был этот аромат в 11 миллилитрах старого образца, наверное, это был 19 или 18 год, мне тогда его, я тогда и мечтать о таком не могла, мне его подарила подружка, царствие ей небесное, она, то есть расходовала, наверное, уже на таких флаконов 3 на тот момент, и у нее как раз был этот трево набор, и она мне его подарила, я просто не могла поверить, потому что я начинала смотреть ютуб парфюмерный, и я тогда даже и подумать не могла, что у меня появится такой дорогой аромат, и вот в таком, да, в формате внушительном 11 миллилитров я использовала на протяжении года точно, потому что он дико стойкий, он по настроению, обожаю, короче, обожаю, неизбыточная мечта, понятное дело, ну ничего страшного, буду покупать от Леванты, господи, Саншайн, мега стойкий, густющий, кожа, курага, или варенье из абрикосов, это что-то невероятное, тоже есть какая-то табачность, зеленая такая табачность, зеленые эти листья табака, очень объемно, вкусно, плюс, знаете, еще чувствую грецкий орешек, что ли, вот что-то такое, такую горчиночку, плюс немножко такой вот лактонность, ну не зря про него говорят, он очень объемный, такой масляный, тягучий, привлекающий внимание, один пшик, все пространство, шлейф, и тоже вот мне еще хватит его надолго, я думаю, буду сейчас с удовольствием пользоваться, когда вдарят опять морозы, потому что они вдарят через три дня, пока у нас дожди, сейчас опять будут морозы, будем со снегом, со льдом, блин, ну как же Новый год без снега, я все-таки хочу на Новый год чуть-чуть снега, теперь переходим к косметическим фаворитам, у меня, в принципе, губы свои объемные, я их, ну естественно, не колола, почему естественно, многие колют, ничего в этом не вижу, хотела, хотела, но сейчас вот смотрю, оно и не надо, в принципе, хотя хотела, когда я наношу этот карандаш, моно, у меня вот просто моно вот этот карандаш, хотя у меня губы сухари, но он, он какой-то имеет офигенную, ну как сказать, текстуру, это Эва Мозаик, слушайте меня внимательно, потому что я не буду писать, к сожалению, список, извините, потому что нету времени у меня, ну нет, ну реально, не, вот просто, не минутки, с ребенком сейчас нет у меня вообще времени, и при новогодней суета, Эва Мозаик, и цвет называется нежно-розовый, он имеет мелкие-мелкие-мелкие-мелкие блесточки, этот карандаш наношу как помаду, полностью, хорошо тушуется, не делает сухари, даже если у вас сухие губы, он все равно растушуется, и делает объем, я вот, я смотрю на губы, и я просто в восторге, я просто в восторге, я так его обожаю, мне уже вот, я сейчас вам покажу, это, наверное, третий карандаш, вот у меня Грызок лежит с собой в сумке, и вот это вот третий карандаш, еще у меня в другом цвете есть этот нежно-розовый, и еще оттенок бархат, тоже клевый, присмотрите, они стоят недорого, есть в Ревукоши, есть магнит-косметики, насколько я видела, язык заплетается, Пупа 004, ну конечно же, бестселлер, офигительный, карандаш подстраивается под любую оттенную губу, под любую помаду, такой холодный, с сиреневым таким подтоном, и, конечно же, есть еще Бобби Браун, простите, заговорилась, Бобби Браун, наверное, он уже солд-аут, уже его просто все знают, оттенок это Пэл, Мэнвей, Мэнвей, короче, извините, если неправильно, опять извиняюсь, что извиняться, тоже он имеет такой лиловый потон, но этот бюджет, конечно, это подороже, карандаш, тут уж кто как хочет, кого какая принципиальность, у меня принципиальности нет, очень рада, что и этот у меня есть, и этот клевый, ароматы, господи, оттенки, так, следующий, люкс-визаж, это белорусская косметика, по-моему, да, кто любит эффект ментола на губах, чтобы делать их объемнее, кто любит эффект, когда печет, вот, вам подойдет, кто не любит, это не для вас, простите, что-то я вообще прям, обалденный, я сейчас даже накрашу, придает еще больший объем губам, там много оттенков, и все они такие вот перламутровые, какие-то там с бежевым оттенком, я хочу еще купить, потому что у меня уже он на донышке, офигенный, на Вайлдберрисе брала, а в люминайзер, вот такой вот люкс-визаж, блеск, плампер для губ, так, еще, лореаль, вот такой вот бальзам, тоже понравился, с эффектом ментола, но, скорее всего, их уже у нас больше не будет, поэтому не будут заострять внимание, прикольный такой вот какой-то синий перламутровый, если где-то увидите и любите Dior, Lip Maximizer, то вот обратите внимание, оттенок не помню, так, потом блеск в оттенке Shimmered, Shimmered, Avon True, в принципе, они там все классные оттенки, и они все очень, мега блестящие, вот, стыдно показывать, но там уже тоже на донышке, Avon True, вот такой блеск, Mou Ultra называется, он потрясающий, у него такие вот разноцветные блестки, и смотрится невероятно, она на солнышке, при искусственном освещении, это вау, также Estée Lauder, вот такая вот бархатная матовая помада, комфортная на губах, имеет и кремовую текстуру, и матовую текстуру, не сушит губы, красиво смотрится, обращает на себя внимание, когда была в этой помаде, на меня просто все пялились, хотя у меня глаза были не накрашены, ну, не знаю, может быть, я это себе пуха накидываю, ну, обалденный просто, а оттенок у меня 929, вам, конечно же, ничего не видно, ну, ладно, 929, и вот эта помада называется Pure Color, Matte Lip Color, короче, вот такая вот помада, так себе изменила, короче, блогер, бьюти, блогер, блогер, ну, это для своих, для своих, кто увидел первый раз, не понравился, я думаю, они уже ушли, L'Oreal, Alliance Perfect, вау, для моей кожи просто идеальный, еще мне нравится тональник Avon True, я его почему-то не принесла, ну, ладно, тоже хороший, текстура кремовая, не жирная, что-то среднее, потому что мономатовые тональники не всегда мне заходят, у меня еще оттенок такой, я его смешиваю с более светлым, потому что он темноват, оттенок у меня, я фиг его знаю, так, 4D, дробь, 4V, короче, Варм, короче, я не знаю, девочки, 4D, 4V, 4D, 4V, он темный, он имеет мелкие-мелкие блесточки, золотые, потрясающий, если его смешивать с каким-то светлым, то получается адекватный оттенок, если вы темненькая, то, в принципе, вам норм будет, растушуйте просто вот здесь, и все будет офигенно, вы будете такая сгорелая, отдохнувшая, текстуры не подчеркивающие морщины, потому что матовые, я их использую только на мероприятии, и то как-то точечно, на хорошо увлажненную кожу, чтобы они долго держались, но в основном это вот такие, чтобы не подчеркивать морщинки, обожаю, Альянс Перфект, обратите внимание, найдете по-любому, везде, он продается, потестите, и найдете свой оттенок, шик, блеск, вот такой тоже очень красивый, нежно, пудрово, пыльная роза, я бы сказала, оттенок, второй оттенок, это блеск, тоже с мелкими-мелкими-мелкими блестками, он такой больше, ой, я вас намазал, нюд, пахнет вкусно, улажняет, ухаживает за губами, придает красивый оттенок, если с карандашом, то вообще красота, так, ардеко, лайнер, да, во-первых, долго у меня уже этот лайнер, никак не заканчивается, хотя я каждый день рисую стрелки, рисует красиво, и тоненько можно, и толстенько, и наслаивать, хорошая такая подводка, мне очень нравится, в принципе, есть еще Эвелин, 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 марка, тоже очень неплохие, но вот этот мне еще больше понравился, прям вообще, столько еще продукта, хотя я его уже использую, на протяжении, наверное, трех-четырех месяцев, вообще, нон-стопом, первые румяна, которые мне подошли, это Кика, десятый оттенок, сейчас я вернусь к вам, так, решающие три минуты, успею я, не успею, ходила к ребенку, у нас уже ночь наступает, в общем-то, румяшки, единственные, которые мне подошли за всю жизнь, я с румянами всегда, как морфуша такая, а эти румяна делают мое лицо просто свежим, красивым, отдохнувшим, это Кика Милана, оттенок 10, вот такие вот потрясающие румяна, еще мне нравятся тем, что у них есть зеркало, всегда можно посмотреться, единственное, конечно, кисточку, кисточки здесь, естественно, нету, но я ношу с собой такую, которая в футляре, что говорить, текстура невероятная, ну, конечно, сводча никакого не покажу, потому что его будет не видно, ложатся нежно, таким еле заметным розовым оттенком, оттенком пыльной розы, вот оттенок пыльной розы, наверное, это мой оттенок, и губ, и румян, может быть, и теней, очень мне подходит, приятно наносить, вот у меня сейчас нету рядом никакой кисточки, конечно же, пальцем их не нанести нормально, понятное дело, они получаются слишком выраженные, в принципе, неплохо, да, потому что у меня никаких румян сегодня нет, вот смотрите, даже пальцем нанесла, и в принципе, ничего, что я не вижу, тут, конечно, я сильнее наляпала, ну, в общем-то, я в восторге, и последний продукт, именно карандаш для бровей, вот такой вот, от Influence, насколько я понимаю, или нет, или я ошибаюсь, это, по-моему, Рат, 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 не знаю, в общем, из золотого яблока, вот такой вот карандаш, прикольный, в принципе, есть еще Faros, они на Вайлберсе продаются, тоже такого же типа, с тонким, с тонким, таким вот, грифелем, который у меня уже просто закончился, этот карандаш, и оттенок такой графит, он подходит всем, и брюнеткам, и блондинкам, и рыжим, то есть это нечто среднее между серым, черным и, ну, коричневым, нет, такой серо, серенький такой оттенок, очень красиво смотрится, не делает брови тяжелыми, а тоненький грифель делает такие вот волоски, да, можно сделать волоски, можно подчеркнуть, потемнее их сделать, в общем, не утяжеляет взгляд, обратите внимание, вот на такие карандаши, с тонким брифелем, и нравится, что есть щеточка, так, ну, и, в принципе, все, что я хотела рассказать, я, конечно, подзатянула, потому что, ну, хотела растянуть удовольствие, я люблю этим заниматься, рассказывать про вот эти женские штучки, потому что сейчас, в основном, в моем быту, этого мало, потому что я все время с ребенком, я кое-как выбегаю на улицу, ну, ладно, не суть, а если еще не выйдет видео, то я сразу хочу вам просто дать такие вот непожелания, даже наставления, наверное, любите себя, будьте любимы, соответственно, а занимайтесь любимым делом, даже если все обстоятельства против, выделите это время для себя, вы этого достойны, вы достойны всего самого наилучшего, вы достойны хороших духов, хороших сапог, неважно, в общем, женских штучек,